Доброго времени суток, дорогие друзья, маленькие мальчики и девочки, дамы и господа, сыры и сырихи. И сегодня мы будем снимать... Что же мы будем снимать? Ну, точно не трусы. Сегодня мы будем снимать видео на тему рандомный гайд. О, да. Итак, будем мы действовать по такой системе, как заходим сюда в коллекцию. Да, выбираем... Ну, в принципе, не важно, так как я буду обозревать все семейство. И я думаю, двухзвездочные монстры пока что я их, так скажем, опущу. Да-да-да. Я не говорю, что они плохие и так далее, но я думаю, более интересно людям посмотреть на трех и выше звезд. То есть я от фонаря сейчас буду выбирать монстра, на которого я буду по полному семейству делать обзор, гайд, где использовать, с чем его едят, какие руны одевать, за и против, минусы и плюсы. Итак, посмотрим, кого мы сегодня возьмем на обзор. Кого-кого такого бы взять интересного. Интересного-интересного. Так, ну, эвейк это уже дополнительно. Хотя, в принципе, да. Перейдем сразу на эвейкнутых. Для того, чтобы не лазить, не нажимать лишние кнопки. Боже, все-таки злобные становятся у всех глазки красные. Вообще. Какие ниняшки, наверное. Вот это вообще. Так-так-так. Кого же мы возьмем сегодня на обзор? Кого же, кого же, кого же? Тревора, что ли? Ну, нет, в принципе, от Тревора пока что, я думаю, подождет. Вот, я думаю, 3-4, либо 5 звезд. 3-4-5, 3-4-5, 3-4-5, 3-4-5. И мы берем... Кого же мы можем взять? Давайте-ка возьмем... Тот, о ком я, в принципе, наверное, меньше всего. За последнее время говорил. Так. А давайте-ка возьмем Арнольда. Для начала, так скажем. То есть, рассмотрим рыцарей смерти. Всех стихий. То есть, в принципе, да, почему бы и нет. Хотя, мой взгляд, почти окончательно остановился на макаках. Но нет, рассмотрим мы рыцарей. Итак. Начнем с рыцаря смерти огня. Что поговорю, что расскажу о нем. Буду рассматривать его здесь, так как у меня этих персонажей нет. Есть у меня Арнольд, но он валяется в складе. Не буду его рассматривать. Сюда и проще будет. Что можно сказать об этом персонаже? Во-первых, он танк. Что соответствует его показателю здоровья. То есть, основной стат на здоровье. У него неплохой показатель уровня опыта. То есть, здоровье это кривой перевод. Кстати, кто не знает, опыт это ХП. В простонародье, да, так. Ну, уж так перевели. Что угодно уже меняют. Описание монстров, скиллов и тому подобное. Скины меняют. Все что угодно. Ну, сраный опыт не могут перевести там на здоровье, либо на ХП. Просто ХП там поставьте, не знаю, да что угодно. Уровень здоровья там, как угодно аббревиатурой. Но не опыт. Опыт это экспириенс, мать его. Ну, никак не... Ладно, не будем заезжать. Пройдемся по скиллам. Первый скилл его, как в принципе и у всех ему подобных рыцарях. Что он делает? То есть, неплохой урон. Ну, как неплохой. В принципе, это слабый урон, так как никаких из этих танков не одевают там в урон. То есть, он не сможет никогда там выдать критами по 50, по 60 тысяч и тому подобное. Просто не тот класс персонажей. Итак, первый его скилл. То есть, вот, мешает восстановлению здоровья на два хода. То есть, вы его можете взять, к примеру, против той же часунки, но поможет он вам отчасти. Так как иногда спасет от второго скилла. То есть, она не сможет подхилить либо себя, либо кого-то. Но третьим скиллом все равно он сможет сбалансить. Где еще этот скилл понадобится? Да, в принципе, против любого хиллера. Да, любого хиллера достаточно будет неплох скилл. Но ценится он, естественно, не этим скиллом. Перейдем ко второму скиллу. Второй скилл у него массовый. Он бьет по всему вражескому пати. Не важно, там два персонажа, один либо пять. И наносит всем урон, пропорциональный своему максимальному здоровью. Следовательно, чем больше здоровья у этого мохнатого дядьки. Видите, что-то у него даже глазиком нет. Ну, капюшончик любит куклу с клан, видимо, посещает. Возможно, даже предваритель его. Хотя это мы когда к свету перейдем. Персонаж также, точнее персонаж скилл, чем интересен. И, ну, не скажу так, скажем, что ценится. Но неплохо, что он раскол на атаку вешает. И если в противоположной команде достаточно много ддшников, то скилл может зарешать вам целый бой. И если он пройдет на всех, естественно. И перейдем к третьему скилу, чем, естественно, и славится Арнольд. И вообще, из-за чего он берется и используется. Отнимает у выбранного врага 30% от своего максимального здоровья. То есть, от здоровья Арнольда, не от здоровья врага. То есть, неважно, у вашего врага будет 10 тысяч хп, там, 50 тысяч. Он, назовем так, высосет 30% от своего максимального здоровья. К примеру, у вашего Арни там, ну, возьмем такие статические числа, 30 тысяч хп. Следовательно, он там высосет, ну, около там десятки, правильно? Не будем подсчитывать мелочи и так далее. Они в это во все внедрятся. То есть, на 10 тысяч вы ударите. В чем плюс этого скилла? То есть, неважно, по какой стихии вы будете лупить этим скиллом. Поэтому, как бы, в этом-то и прикол этого скилла. Он отчасти похож на третий скилл Рамы, которого я часто использую. Рамагоса, Мишка Ветра. То есть, там тоже, в принципе, абсолютно пофиг, на какую стихию. Опять же, этот скилл никогда не сможет критануть, либо ударить в гланс. То есть, там, я не знаю, в пол урона, либо еще что-то. На этот скилл, опять же, не влияет такой показатель стихии, как, к примеру, да, если вы будете бить по ветру, там, допустим, 120%, если будете бить по воде 80%, он всегда нанесет один и тот же урон. На этот скилл что влияет? К примеру, постройки за медали, которые добавляют вам уровень хп. Ну, естественно, сами руны, которые вы оденете ему на хп дальше, что на него влияет? Естественно, лидерка на хп. То есть, к примеру, с тем же Веромосом неплохо он сможет жахнуть этим скиллом. И средний Арнольд, средний, я не буду брать учет слабых, таких сильных, на 40 уровне при достаточно хороших рунах, по крайней мере, в таких рунах, как, допустим, в трех рунах, там, на хп, и у такого Арни будет побольше, чем 40 тысяч хп, он, ну, в среднем жахает на 13-15 тысяч хп, это зависит от лидерки, если она, ну, и просто вот, рун на Арнольде. Этого зачастую хватает, для чего вообще берут Арнольда? Арнольд используется чаще всего на арене, либо ГВ. Вот, то есть, в данжах его использовать, ну, нерентабельно, нет смысла, есть ворзы покруче героя. Даже с его класса, дальше мы разберем, есть лучший персонаж, который используется как раз и в данжах также неплохо. Вот, то есть, его используют зачастую либо в защите, либо в атаке. В атаке для того, чтобы шотнуть такого персонажа, как Люшен, Валькирия, там, я не знаю, тонких ДД-шек, к примеру, того же, если у вас есть в пати Меган, да, даже Меган, если Меган повесит свой второй скилл жабу на, прошу прощения, повесит свой скилл на того же Теомарса, то, следовательно, Арнольд его шотнет, и все, до свидания Теомарс. К ГВП-шка вы, по сути дела, фактически выиграли. В защите этот персонаж очень легко контрится, к примеру, я наоборот беру против него раму, для того, чтобы Арнольд побыстрее его слил. Так скажем, против Арнольда, ну, только нубы, которые вообще не знают, как работают его скиллы, выступают персонажами, типа, там, я не знаю, Три Люшена, плюс, там, Зики и так далее, если они еще и все медленные. Поэтому, ну, не стоит этого делать. Контрится персонаж также, там, к примеру, той же Хлои, либо толстыми персонажами, и тому подобное. Зачастую, минус Арнольда, чаще всего, его одевают в фулл ХП, поэтому медленный кусок, ладно, не буду унижать монстра, и так далее, многие его езают, и, возможно, я бы его езал, если бы он мне выпал где-то полгода назад. Ну, чаще всего, действительно, Арнольд в дефе актуален где-то на 1-3 серебра, ну, и ниже, естественно. А вот дальше уже Арни в дефе, это, ну, очень редко, во-первых, встречается, так как он уже, ну, свою силу теряет, так как и урон уже не особо огромный, 13-15 тысяч дать, когда у большинства монстров там уже за 30-ку, не особо это классно, поэтому чаще всего его используют, естественно, в атаке, то есть те, у кого, ну, уже, так скажем, уровень арены выше, чем 1 голда. Поэтому, неплохой монстр, моя средняя оценка для этого монстра, в защите я ему поставлю 7-8, 7,5 даже баллов, в атаке я ему поставлю около 9 баллов, так как, если вы имеете цель шотнуть какого-то из ДД, у вас это получится. Естественно же, все зависит от ваших рун и от ваших немного ручек, которые могут быть, как в доте 2 на миде, вы понимаете, там, крагу, вот это вот, ладно, едем дальше. Так, рассмотрим следующую стихию. Вода. Она уже не тормозила. Так, прошу прощения, но Ксм не хочет слушаться сегодня. Я пока ушками подержусь. Так, едем дальше. Кто у нас там? Где он там, наш? Кто он там у нас? А, Федор Михайлович, ее первое театр. Мы сейчас к Федору доедем, да? Самый прикольный ник. Федора. Просто Федор. Так, 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 так. Пока еще вы можете посмотреть там на жену мою, которая помахает вам сейчас. А не, она факт показала, но надеюсь, это мне. Так. Итак, второй представитель этого же класса, Федор Михайлович, Потапкин, Ступкин и так далее. Вот, первый скилл, не будем его рассматривать, точно такой же. Второй скилл немного отличается, так как он уменьшает и защиту, точнее кидает два раскола. Вот, так же зависит от максимального здоровья. Иногда, естественно, ну как иногда, и этот скилл, естественно, не массовый, то есть он бьет одну цель. Плюс от этого скилла, ну, не особо огромный, так скажем. Единственное, если сработает раскол, конечно же, это будет большой плюс. Наверное, из-за этого и нарисованы эти две дубинки, так как две атаки. Две атаки он сразу проносит, так что. Итак, ну и перейдем, естественно, к третьему скилу, так как особо скиллы его не ценятся, кроме третьего скилла. Отказ. Не знаю, английскую версию как переводится. В общем, в чем прикол этого скилла. Использовать его можно либо в начале, к примеру, возьмем арену, либо ГВ. Использовать его можно либо в начале, либо когда ваши персонажи, вот вы знаете, что они вот-вот умрут. Он кидает запрет на смерть. Что это значит? Даже если у вашего монстра остается там один хп, и вы кидаете этот баф, его не убьют, пока не спадет баф. Баф длится один ход, следовательно, пока не походит, вот, то есть ваш союзник, с него не скинется этот баф, его убить невозможно. Пускай ему миллион демеджа внесут, он не умрет. Ну, это, в принципе, аналог скилла Теомарса. То есть вы понимаете, о чем я говорю. Вот, также он кидает иммунку на два хода, что, в принципе, тоже неплохо. И самый большой плюс, это то, что когда он использует этот скилл, он снимает все дебафы со всего пати. Вот, в чем плюс этого скилла. Но, скажу так, на арене встречается этот монстр в защите крайне редко. Это самый там, ну, из его представительства, ну, я не возьму там тьму и свет, это просто редкие персонажи сами по себе. То есть это самый редкий и узабельный монстр, где часто используют Федору. Часто видел видео, где его используют в этом, в Туа, то есть в башне, просто из-за иммунитета. Ну, иногда спасает его вот эта вот непобедимость, назовем ее так. Так же, где его еще и можно использовать, в атаке можно использовать, если вам нужно защититься, к примеру, от какого-то бомбера, если у вас нет веромоса. Кстати, почему бы и нет? Неплохой вариант. Вот, кстати, Федору очень часто юзают на драконе. На драконе, ну, как очень часто? То есть не так, как хотелось бы, возможно, и кому-то. Но кто его и прокачал на 6 звезд, в принципе, ну, не знаю, я не скажу, что это печальный вариант. Всегда и каждый монстр, особенно 4-звездочный, найдет где-то свое применение. Это понятное дело. То есть, опять же, тот же дракон, многие качают, там, к примеру, для башни не нужен спектра кому-то, да, но зато для дракона он спектру раскачал. Следовательно, просто для одной локации. Следовательно, почему бы не раскачать Федор? Почему бы и нет? Минусы, конечно, этих персонажей, и я бы так сказал, то, что им тяжело проточить скиллы. Это действительно тяжело, ну, так как кому-то, возможно, они и часто падают. Не один Арнольд упал за все время. Хотя, по-моему, мне этот Федор Михалыч тоже, по-моему, падал. Ну, не будем к нему так близко подходить, особенно сзади. Вот. Поэтому, естественно, оценится он из-за своего третьего скилла. По поводу статов, хп у него, естественно, поменьше, так как он считается саппортом в игре. Вот. Ну, и моя оценка его в защите. Я не скажу, что его легко контрить, но кроме того, что он даст вот этот вот скилл, который зачастую вот и имеет вот этот вот откат, так как тратить на него Девилмонов, либо других представителей его класса. Но это, по-моему, абсолютный бред, так как я заговорю дальше о представителе Ветра. И вы поймете, почему на Федора не стоит тратить Девилмонов. Разве что у вас там, я не знаю, опять же, любимая тема 56-звездочных монстров. Почему бы не прокачать Федору и не влить в него там Девилов, либо других представителей его класса. Поэтому в защите ему оценка около 5, максимум 6, что я ему дам в атаке. И просто в юзабельности, к примеру, той же башни и на драконе, я бы ему дал восьмерку, даже девятку. Почему бы и нет? Если он у вас есть, это альтернатива любому иммунщику. Плюс защитит вашу пати от смерти. Особенно, когда у дракона остается меньше 30% хп, он может жахнуть у вас настолько больно, что ох, ушано затрясется, уверяю вас. Так, ну, перейдем к следующему монстру, к третьему представителю. А божечки. Ну, кто же раздупился немножко? Мишки Гарби. Так. Где наш дядя Бриан? Хотя, почему-то его многим Брайаном называют. Бриант, Брайан. Ладно. Нет. Ну, грузиська. Грузиська. Интересно, сколько это нужно играть в эту игру, чтобы вот здесь было 955 из 955. Или вложить бабло. Так. Кстати, по поводу Федоры. Хотел сказать, что есть такой прекрасный монстр, как... Кто там, кто там, кто там. По-моему, Эпикион, то ли Света, то ли... Мишель. Мишель, кстати. По-моему, Мишель продлевает все бафы на один ход. Я вернусь к этому, кстати. Я вернусь, я не забуду. И мы рассмотрим вариант по поводу этого. Кстати, по поводу того же Федоры. Хотел сказать и добавлю насчет него. В такой связке, как Федора плюс Тревор на арене в атаке, я думаю, даже в защите можно очень-таки неплохо выдать, так скажем, навалять противнику по жопе. Даже по фаннице, к примеру, взять одного тупо Федору и того же Тревора. Ну, Тревора в лидерку, естественно. И когда Тревор уже должен, в принципе, сдыхать, Федора накидывает на него щит. И, в принципе, он не сдохнет. То есть вы сможете еще покуролесить пару ходов, особенно если он у вас, прошу прощения, одет в Виол плюс ответ. Также может поиграться и повеселиться тот же Теомарс с двумя бессмертиями. Тоже, в принципе, неплохо. Напоминает, блин, кому напоминает с Доты 2 скелетона с Аегисом. Ладно, проедем Доту. Так, где наш Брианн? Брианны? Да, забыл. Никогда у меня его не было, но очень хочу, так как этот персонаж достаточно скоростной по сравнению с его соседями, назовем так, и часто его одевают еще во второй слот в скорость. И я считаю, это неплохой вариант. Я бы тоже так одел. Но зависит все-таки от того, где вы хотите использовать этого монстра. Первый скилл точно такой же, как и у всех. Второй скилл массовый. Вот, работает как у представителя огня, он же Арнольд. И самое главное, это его третий скилл. Третий скилл возрождает погибшего союзника и выравнивает уровень здоровья всех союзников. Что это означает? То есть, откат его, как и у всех рессельщиков, 8 ходов в 2 раза вы улучшите, к примеру, если вам повезет. Вот на него Девилов не жалко. Особенно, если ваши 2 Девила прокачают ему третий скилл, все, забейте. Дальше не нужно тратить Девилов и разве что кормить ему каких-то Арнольдов либо Федоров, если вы не хотите их использовать. Почему бы и нет? И, к примеру, сравню. У всех вы на арене деретесь. У ваших 4 персонажей 100% ХП. И, к примеру, у вашего Люшена Шоттают. Его вынесли сразу. И после этого, к примеру, ходит ваш Бриан. У всего вашего пати по 100% ХП. Следовательно, он уравнит ХП так, что у всех будет около 70-80% ХП. Но, как показывают на практике, у всех ХП становится чуть бы не по 90%. Я не знаю, насколько это правильно. Мне кажется, это неправильная работа скилла. И многие об этом жалуются. Отчасти. Но жалуются, опять же. Какие пуду-часунки. Те, у кого нет этого Бриана. Отчасти это и минус Бриана, так как он сливает всю пати. Его можно сравнить с таким персонажем, как Тринити, Валькирия Тьмы, которая своим третьим скиллом сливает всем по 15%, плюс наносит дополнительный урон. То есть, тоже сливает всем ХП. Но, с другой стороны, это и плюс, так как выравнивает ХП очень сильно. И мало рессельщиков таких, которые воскрешают. И вашего ДД, неважно, хиллера, еще кого-то, фактически восстанавливают под уровень там чуть бы не полного ХП. Но это один из немногих рессельщиков. Я, конечно, не беру в учет Архангела Ветра и так далее. То есть, это отдельный персонаж. Хотя этим Архангел и Контридца зачастую, если он походил, кого-то воскресил, сразу же глупят Архангела, как делаю это я, и чаще всего я его и убиваю. А после этого уже, в принципе, пофиг. Архангел-то сдох. Вот. И где использовать этого персонажа? Персонаж используется абсолютно везде, начиная с дракона, точнее, начиная с арены, ГВ, дракона, башни. Даже многие его на гиганте используют. Там, я не знаю, из-за его же, опять же, массовки его используют. Даже СД-формят и так далее, и тому подобное. То есть, это один из самых толстых, по-моему, представителей его класса, так как, посмотрите, здоровье 9500 родных. Родных здоровья, это на 5 звезд, то есть, 35 уровень. 35 уровень, то есть, вы понимаете, хп у него побольше в одинаковых рунах будет, чем у того же Арнольда. Не знаю, как насчет остальных, я просто свет тимой не рассматривал. Во-первых, это вообще рандомный обзор монстров, поэтому, если я что говорю не так, либо где-то ажи бился, ну уж, простите меня. Да, человеческие факторы, плюс я это не слезка читаю, поэтому все это с головы и с моей практики, просто по игре. Вот, поэтому в защите этому персонажу поставлю, скажу так, по классу его, точнее, по его звездочкам, по 4-х звездочному рессельщику. Это топовый рессельщик 4-х звезд. И со мной, ну, попробуйте, поспорьте, из 4-х звезд нет лучшего рессельщика, который на арене и в дамжах будет лучше, чем кто-то там из них. То есть, даже Мишелька, она хуже. Бриант чем полезен? Особенно в том, так как его всегда одевают в Деспайер, и если вы одели его в вилы, скажу так, либо вы абсолютно не шарите в этом монстре, либо у вас просто нет других рум, тогда ладно, простите. Этот персонаж всегда одевается в Деспайер, а еще лучший вариант это если вы оденете в Деспайер, плюс ответ. В чем прикол, понимаете, да? Вы ходите каким-нибудь, допустим, хиллером, я не знаю, той же Мишелькой, выходите по Бриану, бьете Бриана. Бриан, к примеру, отвечает вам контратакой, мало того, что он вас может, имеет шанс застанить, так еще и скорее всего накинет крест первого скилла, то есть, это такой фейл, еще и нанесет вам средненький такой урон, это такой бред, я когда встречаю таких Брианов на арене, контратаковал, застанил, так еще и на тебя крест накинул, это бред, блин, абсолютный. Вот, поэтому, что он ценится, естественно, за счет своего РС, то есть, он, когда с Брианом, вот, к примеру, сейчас я бы взял бы вместо той же Шеннон, Бриана, и то я бы проходил бы, наверное, с первого по девяносто девятый на автобои, на легкие, если я сейчас прохожу до восемьдесят пятого, по-моему, этажа, на некоторых, конечно, запинуюсь, где-то там нужно и ручками покладывать, но раньше я до пятидесятого еле доходил, поэтому сейчас с Брианом, блин, просто кнопочку или скачал бы какой-то бутылковый автокликер, но вы этого не слышали, автокликер использовать нельзя на ногте, не надо, на свой страх и риск используйте, так что я вам в этом не говорил, поэтому персонаж очень хорош, и так, по поводу оценок, скажу, в защите, для четырехзвездочного монстра я ему ставлю, ну, ну, не повернется он у меня язык, поставить ему девятку, десятка, стопроцентная, этот персонаж очень хорош в защите, я не говорю, что при любых ситуациях, ему также есть контра, и тому подобное, его можно завкусить, он не любит раскол, так как он, как и любой персонаж, тоже быстро развалится, плюс, когда он, некоторые даже ждут, когда он кого-то воскресит, для того, чтобы сбалансить уровень хп какой-то часунки, и часунку проще вынести в этот момент, то есть, это тоже не идеальный персонаж, но я ставлю ему десятку, из-за того, что он очень мешает жить вашим персонажам на арене, и помогает жить своим, так как он их воскрешает, вот, ну, прямая контра, это естественно на те персонажи, которые, допустим, там убьют, та же Раки, допустим, Хелл-Леди, Огня, которая своим третьим скиллом, не даст воскресить, тот же, кто там у нас, вот этот новый, там, с палочкой, не Гор, а Марио забыл, в общем, не важно кто, у него тоже третий скилл, точнее, ну как, не важно кто, перейдем мы все-таки к нему, сейчас расскажу, многие его просто качают, он у меня тоже есть, сейчас, где он, где он, где он, из новых персонажей, вот он, Анубис, Анубис, да, забыл, забыл про него, он своим третьим скиллом тоже, если он добивает, он не дает воскресить персонажа, то есть, контра ему тоже есть, в атаке, Приана использует реже, но тоже использует, в принципе, почему бы и нет, за счет Despire сета, массового стана, и воскрешения, контроля дополнительного, то есть, чем дольше этот персонаж живет, в Violente, вам не прибавится жизни, может где-то вы чаще, кого-то сможете воскресить, но если вы быстрее сдохнете, от этого проку не будет, а вот Despire, и в ответе, вы сможете и контратаковать, и застанить несколько целей, и просто помочь своей команде, быстрее убить, противоположно, поэтому в атаке я ему поставлю оценку 8,5, я думаю, он ее заслуживает, так как тоже часто его используют, так, перейдем к четвертому персонажу, этого класса, сразу скажу, здесь абсолютно у меня, так скажем, голяк, поэтому монстру буду наобум, ну как наобум, буду рассказывать то, что вообще, в принципе, о нем хотя бы слышал, так как в защите и в атаке я его никогда не видел, но сейчас будем смотреть по скиллам, точнее интересен, естественно, третий скил, ну уже грузить, давай, 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 блин, в Одессе 2 градуса тепла, но уже такое ощущение, я же говорю, хотя и так, в принципе, в этом году, не знаю, как у кого и где, но лично сужу по своему родному, любимому роду Одессе, что в декабрь месяц, а только сейчас немножко похолодало, обычно в ноябре уже дубарь и неплохой, так, где он, где он, а, вот он, вот он, представители кукол склана, да, не любит он шоколадных, так, первый скилл, такая же фигня, пропорционная сила атаки, ну, такой же, как и у Арнольда и у Бриана, второй скилл, массовый и так далее, третий скилл, атакует врага, возрождая одного союзника, с 30% здоровьем, если враг погиб при данной атаке, если нет союзника, которого можно возродить, то все союзники получают щит, поглощающий урон на два хода, цепень поглощения зависит от твоего уровня, то есть это как щит у Акасии, если я так понимаю, да, Конда, Конрад, Конрад, лучше, как Кондор звали, наверное, что скажу по поводу этого скилла, одеть его в атаку, как вы видите, показатель атаки у него очень, ну как, не очень низок, даже побольше, чем некоторые ДД, но убивать, вот чем реально убивать, первым и вторым массовым скиллом, уверяю вас, вы в самых там убер, прикольных, классных, обузанных, там плюс 30, везде процентов на атаку, крит, дамагу, и всего остального, вы не сможете выдать этим персонажем на 40 уровне, урон с массовки больше, чем там, я не знаю, по 15, по 20 тысяч в каждого, хотя это тоже, в принципе, вы скажете, неплохо, нефясь, и 15 косарей массовкой, и первым скиллом, там тоже десятку, максимум 15, но опять же, вы пожертвуете, скорее всего, хп, выживаемостью, резистом, точностью, и тому подобным, то есть, и скорее всего, вряд ли у вас будет какой-то там деспайр, и так далее, наверное, вы его оденете в рейдж, и шанс, что вы возродите, ну, серьезно, в защите, это, назовем я даже, не то, что вы пассивкой, то есть, пассивная, естественно, возможность это возродить вашего союзника, но то, что добьет именно Конрад, это будет легко контриться, серьезно, очень легко контриться, хотя он будет бить рандомно всех, так как, все-таки, стихия света, единственное, это тьму он будет чаще лупить, точнее, всегда, если она будет против него, честно говоря, я видел пару видео на ютубе, по поводу него, но не впечатлил он никого, поэтому, видимо, поэтому его никто не использует, и просто скармливает, либо оставляет, там, я не знаю, похвастаться, и сказать, что у меня вон четверка Конрада, то есть, я не советую его использовать, то есть, кормить его, либо оставить просто для коллекции, хотя в коллекции он у вас по-любому останется, даже если вы его скормите, то есть, иконка-то откроется, поэтому, единственный возможный вариант, это действительно, убивая врага, то есть, если так задуматься, к примеру, в данже, это что же должно работать, правильно, любого монстра, вы можете убить им, там это более реально просто, и возродить своего, ну, то есть, следовательно, у вас что, должна быть тонкая апатия, то есть, расчет на то, что постоянно Конрад будет всех рессать, с 30% здоровья, просто на арене 30% здоровья, это, по-моему, Ванесса также возрождает, и если после этого, у вас не походит какой-то персонаж, который даст скорость, либо его не подхилят, то, что, то, кого возродила Ванесса, чаще всего, сразу же на следующий ход, и умирает опять же, поэтому, 30% это фигня, скажу так, а вот, по поводу щита, если кого-то убивает, это прикольно, но на два хода, плюс еще и, ну, в общем, это такой полу, ни рыба, ни мясо, я его могу сравнить, с личами, то есть, с личом ветра, которого либо одеть в ДД, и его будут быстро убивать, либо одеть в танка, но он не сможет выдать абсолютно никакого урона, то есть, это такой же приблизительный персонаж, то есть, с ним нельзя 100% одеть его и так, и так, и чтобы он рулил, поэтому моя оценка для него, да я вообще не могу выставить ему оценку, серьезно, то есть, моя адекватная ему оценка, это, ну, не могу сказать 0, не могу сказать 10, то есть, персонаж явно хуже всех троих персонажей, тот же Федор Михайлович, он круче будет, чем этот Конрад, он более юзабельный, я скажу так, будут ситуации, когда этот Конрад, возможно, будет лучше любых всех этих там троих, даже четверых монстров его представителей, но этих ситуаций будет очень мало, и качать ради этой ситуации этому персонажу не стоит, уверяю вас, так, перейдем к пятому персонажу, надеюсь, хоть тьма меня больше порадует, так как, Конрад, блин, почему-то, я не помню, чтоб я описание скилла его, я-то и читал, понятное дело, раз я и видео видел, но, видимо, забывается очень быстро, как минимум, этого монстра я не вижу, не видел никогда в дефе, по-моему, на арене, оп, прошу прощения, сейчас мы вернемся, так, что бы я еще хотел сказать, по поводу всего этого, а, да, кстати, пока грузится наша игра, хотел бы напомнить, тем, кто, спасибо тем, кто присылает мне, кстати, картинки вашей работы, интересно мне, как я и говорил, что сам рисовать не умею, руки не с того места растут, поэтому мне очень интересна эта тематика, я добавляю видео, какие-то картинки, я просто беру, естественно, из интернета, вот, поэтому добавляю их оттуда, и стараюсь как-то разнообразить, надеюсь, перед Новым годом, добавлю новогоднюю тематику, и она вам тоже понравится, и, кстати, готовится человек, который будет вызывать со мной, точнее, я ему буду вызывать больше 170, я так уже понимаю, мистиков, точнее, в сумме свитков, всего 170 вызову, неважно, чего там будет, ну, естественно, неизвестных свитков, называемых газетами, верю, верю, поэтому, если вы имеете желание, через меня, так скажем, вызвать каких-то монстров, опять же, я не даю гарантии, что я вызову что-то стоящее, а не там с 50 свитков, все трехзвездочных монстров, это рандом, он работает всегда, везде, и от того, что я буду вызывать ваших монстров, от этого у вас не появится, там, 10 раз больше шанса вызвать, там, Zero Two, Zairos, и тому подобное, ну, уж простите, если я там не вызову вам этого, уж извиняюсь, но, с другой стороны, если вам эта тема интересна, пообщаться со мной, так скажем, онлайн, снять видео, для вас некая память, плюс, для людей, интерес посмотреть такое видео, поэтому, обращайтесь, вконтакте всегда, уж на такое сообщение точно отвечу, я от этого, естественно, не получаю абсолютно ничего, мне просто интересно, так как, я стараюсь не пропускать, любимых там своих, видеоблогеров, по поводу этой игры, там, все видео стараюсь смотреть, по поводу вызову монстра, это, по-моему, самая интересная тема, повезет, не повезет, что кто вызовет, у кого рандом лучше, хуже, ну, не то, чтобы рандом, кому повезет лучше, кому больше, и так далее, и тому подобное, поэтому, эта тема видео, я думаю, одна из самых интересных, вот, интереснее даже, чем ГВ, арена, и все, что угодно, вот, свитки вызывать, это, must have, это первое место, с этим, я думаю, нельзя будет поспорить, и так продолжим, точнее, будем заканчивать, на последнем монстре, представители тьмы, когда же уже, ног с у меня, перестанет лагать, я уже все формы, обладил, серьезно, ребята, хочется психануть, откусить микрофон, не бойся, так, 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 оставляйте комментарии, кого бы вы, хотели увидеть в обзоре, опять же, напоминаю, от 3 до 5 звезд, то есть, если там, я же говорю, наберется там, 3-4 человека, которые там, не знаю, либо проголосуют за какого-то одного монстра, там, не знаю, по лайкам, еще что-то, голосование я выставлять не буду, то есть, мне это, ну, как минимум не интересно в плане того, что пропадает абсолютно 100% рандом, то есть, я вам скажу, давайте я там обзор сделаю на того, либо на того персонажа, а вы там голосуете, ну, не интересно, то есть, я думаю, игроки, то есть, люди сами должны предъявлять то, что они хотели бы увидеть, то, что им будет интересно, к примеру, там человек выбил, я не знаю, там какого-то хвадама, либо еще что-то, но он абсолютно не знает о нем ничего, и, к примеру, таких там людей окажется человек 5, если вы там, скооперируетесь, так скажем, напишите, что хотите на этого монстра, то почему бы и нет, возьмой его в первую очередь, и сделаю на него обзор, итак, где он, где он, где он наш, вот, Диас, кстати, да, вот этого персонажа на арене можно встретить довольно часто, но не чаще, как его, как его, почему хочу его назвать, Бриану, блин, с головы вылетел, прошу прощения, с работы прихожу, уже голова не особо варит, поэтому, вот, бронсвета, Дарион, да, все, память вернулась, аллилуйя, итак, поговорим по поводу Диаса, первый скилл, та же фигня, второй скилл, то есть, похож со скиллом Федоры, то есть, он и раскол кидает, и на защиту, и на атаку, что, в принципе, неплохо для такого персонажа, и ценится он, естественно, кстати, персонаж защитный, защитный, следовательно, брони у него родной, немало, но все-таки, его нужно одевать в ХП, как ни крути, вот, и самое естественное, ну, из-за чего используют этого монстра, это аналог того же Дариона, но у него есть некий свой бонус, также 15% защиты всей пати, но не работает на, к примеру, да, то есть, бьют всю вашу пати массовкой, то есть, все пати он защищает, на 15% он уменьшает урон, который должен пройти по всем вашим монстрам, но на него не работает эта часть пассивки, но на самого него работает вот, уменьшает шанс атаки критическим ударом на 50%, то есть, у вас, грубо говоря, вашего Диаса в два раза реже критуют, поэтому он является некой даже отчасти контроль тому же, кому Ахману, к примеру, потому что Ахман 100% будет бить Диаса, а будет он критовать уже, так скажем, в два раза реже, это уже неплохой бонус, против кого еще, против ведра он неплохо заедет, против, да я не знаю, любого монстра, который зависит именно от крита, у которого чаще всего крит, там чуть бы не под 100%, поэтому, в принципе, неплохая пассивка, то есть, его тяжелее убить, даже отчасти, чем Дариона, но чем Дарион полезнее, тем, что у него с первого скилла раскол, раскол со 100% шансом, ну, естественно, там уже нужно брать учет точность резист и так далее, вот, но шанс именно прохождения скилла, точнее, срабатывания скилла 100%, а вот пройдет он, не пройдет, это уже другая, так скажем, история, вот, что скажу по этому персонажу, в данжах его использовать нет смысла абсолютно, так как у него нет массовок, а вот эти точечные удары, они вам ничем не помогут, поэтому в данжах чаще даже используется Дарион из-за своего раскола, раскол более полезен, так скажем, потому что он у него с каждого удара, и когда Дарион одевают вилы, там ответ, поэтому он очень часто бьет, часто, естественно, контратакует, и раскол на всех персонажей, когда висит, это приятно, этого Диас вам не выдаст, так как у него вы видите, есть как минимум откат хотя бы в два хода, я не помню, просто насколько у него понизится, там, с последней прокачкой скиллов, поэтому где его можно использовать, это, естественно, защита, ну и, как я уже сказал, иногда в атаке, против там Ахманов, и тому подобных персонажей, вот, так что, по поводу урона, что скажу этому персонажу, и в принципе, остановиться на этом, его можно одеть в те же виллы, а в Деспайр нет смысла его одевать, это естественно, то есть для него, наверное, идеальным раскладом, это будет виллы, плюс, можно одеть защиту, но лучше, наверное, контратаку, все-таки, какой-никакой урон, плюс, крест накинуть на персонажа, это тоже иногда приятно, вот, что еще, в скорость его делать, даже не знаю, есть ли смысл, от того, что он будет намного чаще ходить, я думаю, лучше его одеть в плотность, для того, чтобы его просто реже убивали, точнее, дольше, чтобы он жил, а не реже убивали, если убьют, то, скорее всего, это последнее, что он будет делать, так как он должен жить, чтобы его пассивка работала на все пати, то есть, по 15% уменьшать всем урон, поэтому, ну, что скажу по поводу дефа, так как я, опять же, напомню, что Дарион более юзабельный, его проще прокачать, и самое главное, что Дариону поднять все скиллы на максимум, в разы, естественно, так какой в разы, то есть, это вообще даже мелочь, это даже не считается, а вот Диесу поднять скиллы на максимум, хотя у него всего лишь 2 нужно скилла качать, так как прирост тоже, как и любого персонажа, есть неплохой, а вот неточенный, сравнить его с Дарионом, конечно, даже тяжело, сравнить, к примеру, Дариону в защите, я могу дать там восьмерку, девятку, так как он все-таки контрится, это с Орионом, как ни крути, вот, а вот Диесу, его законтрить, так скажем, его и контрить особо не нужно, так скажем, его чаще всего игнорируют, если вы формите арену часто, то вы видите, то в девятом боссе, в последнем, то ли в восьмом, ну, в девятом, там тоже есть этот Диес, и зачастую, когда я вот только начинал формить арену, я вообще проходил этих боссов, и этого Диеса игнорил, так как он урона никакого не наносил, единственное, мешала немного его пассивка, ну, опять же, урона он никакого не наносил, поэтому его игнорируют в защите, и добивают последним, вот, ну, поэтому, средняя моего оценка его в защите, это 6,5, максимум 7 баллов, скажу так, по поводу этого Диеса, Дариону можно выставить 8,5, даже 9, разница, я считаю, большая, Дарион более юзабельный, и ему проще скиллы прокачать, и он больше просто может вынести дэмэджи, так как он, у него просто родной стат атаки побольше, немножко в сумме, поэтому, да, Дарион покруче будет, но опять же, я беру в учет, все-таки сегодня рыцарей смерти, поэтому, что скажу, в атаке, в некоторых ситуациях, вот, как я сказал, против там Ахмана, который даже редко стоит в защите, там, к примеру, от одной голды и выше, на ГВ разве что можно встретить, в атаке, да, может где-то он пригодится, но, моя оценка ему общая, то есть, пятерка, это средняя оценка, то есть, он такой, пополам, стоит, не стоит решать, отчасти вам, но, мое мнение, я бы его не окачал, и так, по поводу всего обзора монстров, скажу так, что, прошу прощения, на первое место, естественно, я поставлю Бриана, из-за юзабельности его, так как он используется зачастую, всеми персонажами, у кого он есть, везде на арене ГВ, там, тоа башни, везде используется, на второе место, я поставлю Арнольда, так как он часто используется, ну, фактически, всеми новичками в игре, если он вам выпал, то, уверяю вам, даже повезло, если вы там, на 20-30, уровне у вас упал Арнольд, это неплохой, во-первых, танк, это неплохой урон, с третьего скилла, думаю, вы будете ему рады, довольно долго, но, в конце концов, он у вас будет валяться, в банке, и редко вы его будете использовать, это факт, факт любого топа в игре, я вас уверяю, на третье место, естественно, поставлю Федору, так как он может, зачастую, даже по фану, решить исходы боя, как я уже сказал, с тем же Тревором, веселые бои, я видел на ютубе, классно они отжигают, скажу так, и, на четвертом месте, естественно, поставим вот этого Диаса, но на пятое место, так как я особо толку, не нашел его третьем скилле, это поставим, то есть, рыцаря, смерти, света, потому что он, ни рыба, ни мясо, отвечу так, и, кстати, вернусь к Мишельке, по-моему, сейчас мы к ней вернемся, я говорил по поводу продления бафа, я просто не помню, у кого он точно есть, но, прошу прощения, выбивает за голову, что-то могу помнить, что-то нет, поэтому, извиняюсь, вот, сейчас мы рассмотрим Мишельку, и продлевает время усиляющих эффектов, и сокращает ослабляющие, к примеру, если взять такого персонажа в защиту, либо в атаку, как вот Эпикиона, она же Мишелька, Ветра, взять Федору, взять, к примеру, кого, Тревора, и, ну, кого еще можно взять, иммунка есть, подхил есть, урон есть, ну, к примеру, кого-то на лидерку, либо для бафов, хотя бафы, опять же, у Тревора есть, можно взять, либо еще одного хилера, там, не знаю, ту же часунку взять, Акасис для щита, для разнообразия ваших бафов, кстати, Акасис, плюс еще, не подумал, действительно, два бафа, которых у вас не будет ни у кого, и продлить им еще ход, даже если, к примеру, вам не нуждается хил, просто нажать этот скил, чтобы просто добавить плюс, единичку, к примеру, то есть, от Федоры баф уже будет висеть, иммунка будет висеть не два хода, а уже три, и непобедимость не один ход, а два, задум, блин, я даже сам сейчас задумался, это реально прикольная пати получится, то есть, если у вас есть подобный состав пати, либо у вас есть там два-три персонажа с этого состава, задумайтесь об этом, это реальная возможность, блин, добраться до первого места на арене, да, шучу, конечно, бред абсолютно, не, ну, на самом деле, по поводу пати, я думаю, каждый сейчас задумался о таком приколе, в принципе, неплохо, забыл я то, что делает Мишелька своим вторым скиллом, на самом деле, прикольно, я думаю, вышло бы, и так, в принципе, это и все на сегодняшний день, если вам понравилась эта рубрика, и будет в дальнейшем интересно, вы хотите посмотреть обзор на своего любимого монстра, либо на того, кто вам упал, оценивайте, ставьте лайки, добавляйте комментарии, добавляйтесь в друзья, пишите мне вконтакте, всегда, опять же, повторюсь, стараюсь ответить, поэтому, всем спасибо за просмотр данного видео, всем хорошего дня, вечера, или что у вас там, не знаю, за окном творится, всех с наступающим, наверное, еще рано, поздравляю, поздравляю, так скажем, надеюсь, у вас хотя бы снег есть, вот, в Одессе ждем снега, сволота так и не сыпнет, хоть будет немножко там, какие-то пушки посыпались, поэтому, всем удачи, всем первородок, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok